Приветствую вас. Не совсем понятно, кому вы задаёте вопрос. То есть, если вы задаёте вопрос в раздел эзотерики, то вы ошиблись, вы написали в раздел психологии. Если вы задаёте вопрос в раздел психологии, то я полагаю, что нужно больше информации по вопросу, потому что совершенно непонятно, какие обстоятельства смерти вашего мужа. И, соответственно, да, именно за причиной того, что непонятно, любое высказывание на эту тему будет, скажем так, ну, знаете, абстрактно. Да, то есть, о чём, о чём говорить, о чём говорить, непонятно. То есть, о чём я говорю, например, сейчас, я не очень понимаю, потому что информации нет. Её мало. Вот. Это, значит, такой момент. Дальше. Следующее. Что важно понять, это то, что виновны вы были бы смертью своего мужа только в том случае, если, например, действительно, ну, хотели бы его смерти, то есть, если вы действительно что-то сделали, такое, что повлияло на его смерть, да, то есть, ну, вы знали, вы знали, если вы знали, что какие-то действия приведут к его кончине, вот, и делали эти вещи, то да, здесь можно сказать, что вы не сделаете ответственность за то, что человек умер. Можно, так сказать, можно. Вполне. Вот. Значит, ну, я уверен, я уверен, что вы не знали ничего о том, что он может умереть, и совершали свои действия, да, ну, какие-то проступки по отношению к нему вы делали, исключительно, ага, исключительно, ааа, исходя из того, что он будет жить, исходя из того, что он будет жить, исходя из того, что у него будет в порядке, ааа, вот, и так далее. Я думаю, что это, вот, все-таки, все-таки ключевой момент, ааа, который является правой. Вот. Ааа, с другой стороны, с другой стороны, если вы делали, значит, ну, если вы делали, ааа, что-то, для того, чтобы ваш муж, ааа, умер, например, да, вот, если вы делали что-то, ааа, то у вас была определенная цель. Вот. У вас была определенная цель. И, соответственно, соответственно, это, в этой цели, ааа, вы либо были уверены, ааа, до конца. Ааа, вы выбрали эту цель, вы выбрали, так поступать. Ааа, либо, вы, либо вам было очень тяжело, в плане того, что на вас, ааа, ну, на, на, на вас, ааа, было оказано, ааа, существенное давление. Вот. Понимаете? Да. Например. То есть, я вас, эээ, не оправдываю, я вас не оправдываю, да, я не оправдываю вам. Ааа, я просто, хочу сказать, эээ, что, обвинить, обвинять, обвинять, эээ, человека очень, эээ, ну, обвинить человека очень легко. Эээ, любого, любого, любого человека, эээ, обвинять очень легко. Эээ, любого. Вот. Но, с этим, на мой взгляд, эээ, спешить, эээ, спешить, ну, никак, эээ, никак, эээ, не надо. Эээ, вот. Дальше. Эээ, видите, да, вот, эээ, понимаете, о чем я говорю? Что, эээ, информации вы, эээ, предоставили очень, очень мало. Вот. О себе. Я имею в виду. Вот. И непонятно, о чем мы говорим. Говорим. Непонятно, какие были обстоятельства. Вот. Эээ, если вы, надо, все-таки, эээ, просто-напросто, не знали, что вашему мужчине, эээ, что-то угрожает, да, вашему мужу что-то угрожает, что он находится, там, в опасности, например, и так далее. Вот. Если вы этого всего не знали, и, эээ, внезапно, ну, внезапно получ-получилась такая фраза, что он умер, эээ, то, никакой, никакой ответственности за этого не несет. Абсолютно. Но чувство вины, эээ, которые у вас имеют место быть, да, оно будет вас, эээ, беспокоить, потому что, потому что, определённые установки, которые у вас есть, эээ, будут, как бы, шептать вам, что вы могли бы поступить по-другому, что вы должны были, там, предвидеть что-то и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но правда, опять же, правда, опять же, заключается в том, что, во-первых, не должны были, были. Вот. Во-вторых, не могли, а в-третьих, ну, эээ, я надеюсь, понятно, что это не вы, как бы, говорите, эээ, и обвиняйте себя, сейчас это не вы, а ваш, эээ, родитель, ваш родитель, эээ, ну, скажем так, ээээ, внутренний родитель. Вот. Которые вас, эээ, обвиняют. И, которые считают, что вы должны были, там, что-то предвидеть, эээ, и так далее. Вот. Но я ещё раз повторюсь, что это не так. Не должны были и не могли. Но, ээээ, ээээ, внутренним родителям, которые есть у вас, нужно разобраться, чтобы он не обвинял вас, чтобы вы спокойно себя чувствовали, чтобы вы с ним договорились. Вот. Поэтому задайте себе вопрос. Чем для меня полезно то, что я считаю себя, например, виноватой в смерти мужа? Что мне это даёт? Чем мне это может быть полезно? Вот. Вот. Вот я полагаю, что, эээ, ну, движение в данном направлении могло бы вывести нас, как, эээ, установлению гармонии в себе. Вот. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Если чувство вины вас гложет, то с ним можно и нужно работать, от него можно и нужно избавляться. Поэтому обращайтесь за помощью, мы вам поможем. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.